Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Таджикистан оказался на геополитическом перекрестке. Душамбе выбирает возможный путь интеграции. Куда устремится страна? На юг, восток или север? Попытался выяснить вместе с экспертами Галим Восхудинов. Программа «Новый шелковый путь» возникла в 2009 году в кабинетах Центра стратегических и международных исследований США, а также лабораториях Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Хопкинса. В основе инициативы – идея объединить Центральную и Южную Азии в один макрорегион с центром в Афганистане. Как отмечают эксперты, чтобы достичь этой цели, американцы предложили решить две задачи. Во-первых, создать единую инфраструктуру, которая бы связала Центрально-Азиатские республики с Афганистаном, а во-вторых, поддержать план либерализации между ними торговли. Исходя из этого, здесь стали строить мосты, дороги и линии электропередач. По оценкам аналитиков, Таджикистан в этой конструкции может стать ядром, но в стране будет отведена лишь роль объекта проектирования, считает политолог Дмитрий Попов. Реальная цель Вашингтона – закрепиться в Афганистане, для чего необходимо за счет расширения связи с соседними странами обеспечить экономическую устойчивость режима Кабуле, снизить потребность внешних дотаций Афганистана и переложить часть ответственности за экономическое восстановление Афганистана на соседние страны. Это особенно актуально сегодня, когда страны блока НАТО сворачивают свои программы экономической помощи Кабулу. В тактическом плане Душанбе действительно может извлечь из американской инициативы выгоду, и она уже ощущается. К примеру, таджикско-афганский товарооборот за 8 лет вырос почти в 100 раз, но в долгосрочном видении поддержка концепции нового шелкового пути станет стратегической ошибкой таджикских властей, полагают эксперты, потому как ожидание эффекта будет сопряжено с требованиями безопасности в афганно-пакистанском направлении. События на севере Афганистана осенью этого года показали, что геополитический проект «Новый шелковый путь» весьма уязвим, пояснил эксперт по проблемам Центральной Азии и Афганистана Александр Князев. Если оценить развитие ситуации в Афганистане, там не просматривается перспектив какого-то позитивного развития, и любой экономический проект, связанный с территорией Афганистана, он всегда будет влезть за собой очень высокие риски в сфере безопасности и ставить под большое сомнение возможности любого экономического успеха. На то, что проект «Новый шелковый путь» рискует сильно забуксовать, указывает решение ряда международных финансовых организаций приостановить финансирование программ экономической интеграции Центральной и Южной Азии. В декабре этого года стало известно, что Азиатский банк развития не стал закладывать средства на строительство железной дороги по маршруту Таджикистан-Афганистан-Туркмения. Вот как объяснил данное решение глава представительства Азиатского банка развития в Таджикистане Чан Чанг Ю. По большому счету здесь две причины. Во-первых, будем честно говорить, что уровень безопасности в Афганистане очень низкий. И хотя Туркменистан завершил свой участок магистрали, мы не очень бы хотели строить дорогу там, где царит хаос. Это очень рискованно. Есть и второй фактор. Поскольку большая часть дороги будет пролегать по афганской территории, тут требуются финансовые ресурсы самого Афганистана. На сегодняшний день денег у Афганистана недостаточно. Другой интеграционный проект, которому Душанбе проявляет повышенный интерес, это инициатива «Экономический пояс шокового пути». Данная проекция предложена Китаем. Программа действий состоит из пяти пунктов. Первый из них предполагает усиление координации государств регионов в политической области. Вторым посылом является интенсификация строительства единой дорожной сети. Третий элемент – развитие торговли и повышение скорости экономических операций в Центральной Азии. Четвертый раздел – увеличение денежных потоков за счет перехода государств региона на расчеты в национальных валютах. Наконец, пятое положение предполагает контакты в гуманитарной сфере. Китайский проект в географическом плане нацелен охватить сразу несколько регионов и государств. Здесь и непосредственно Центральная Азия, а также Россия и Закавказья. В этом огромном пространстве Таджикистан уже не будет играть ту ключевую роль, которая ей предложена в американской инициативе «Новый шелковый путь», считают специалисты. К тому же, многие проекты могут оказаться точечными. И в интересах прежде всего Китая, полагает ведущий экономист Института стран СНГ Аза Мигранян. Все зависит от целей, которые выстраивает китайская сторона. Но, учитывая характер их инвестиционных проектов в Таджикистане, они, в общем-то, имеют достаточно автономное функционирование, направленное на решение, собственно, китайских целей, их компаний. Таджикистана, она ведь, собственно, не интересуется внутренним рынком Таджикистана. Она интересуется Таджикистаном с точки зрения транзитного потенциала, с точки зрения использования природных ресурсов, но не развития рынка. Альтернативой американской и китайской концепции развития Центральной Азии аналитики видят идею Евразийского экономического союза. Из уст таджикских чиновников разного уровня уже звучали слова об интересе Душанбе к этому объединению, а в начале 2015 года в стране образовали и межведомственную комиссию с целью изучения перспектив возможного участия Таджикистана в ЕАЭС. Как рассказала заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Фарида Муминова, окончательное решение по интеграции будет приниматься на основе баланса политических интересов и экономических выгод. Любое региональное объединение – это долгосрочное решение. К этому решению подходят, как правило, очень ответственно. И это еще больше усиливает значимость прогнозных оценок развития страны, которая интегрируется и само интеграционного объединения. И так как здесь очень важны прогнозные оценки, здесь опять-таки на порядок возрастает расчетный уровень с тем, чтобы обосновать выгоды. Самые очевидные плюсы от интеграции Таджикистана в евразийское пространство ощутят простые граждане, а именно трудовые мигранты и члены их семей. Граждане Таджикистана получат не только упрощенный способ легализации на рынках труда стран Евразийского союза, но и ежегодно будут экономить колоссальную сумму своих финансовых средств. Только в течение года миллион таджикских трудовых мигрантов сумеют сберечь порядка миллиарда долларов, рассказал независимый эксперт по проблемам Центральной Азии Андрей Захватов. Если учитывать, что из Таджикистана в Россию выезжает 700 тысяч человек, и каждый трудовой мигрант тратит для того, чтобы легализоваться в России, купить патент, сдать экзамен, примерно 700-800 до 1000 долларов, в зависимости от региона. И вот если эту тысячу долларов умножить на 700 тысяч человек, мы получаем круглую цифру, близкую, ну скажем так, к одному миллиарду. То есть если Таджикистан вступит в Евразийский союз, то личные деньги граждан Таджикистана, они же вернутся сюда. Попрошенные эксперты отмечают, что Таджикистан – одна из самых уязвимых стран в Центральной Азии. Республика обладает небольшой экономикой и узким транспортным потенциалом. На все это накладываются еще и слабости транспортного сообщения государства с внешним миром. В такой ситуации Душанбе будет вынужден приветствовать любые программы, которые бы хотя бы частично смягчат экономическое положение республики. Китай, Южная Азия или уже знакомое постсоветское пространство. В какую сторону качнется интеграционный маятник Душанбе, сказать сегодня сложно. Но по мнению аналитиков ясно одно – выбирать придется самому Таджикистану. И решение Душанбе фактически будет означать не только экономический путь страны, но и цивилизационный выбор на предстоящие десятилетия. Галим Фасхудинов из Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку. www.iwpr.tajikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова